Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как можно сделать пару прекрасных боровичков из пластиковых бутылок. Это материалы, которые вам будут нужны. Итак, отрезаем дно бутылок. Желательно, чтобы были бутылки из-под колы. Двухлитровые, 750 граммовые. И закругляем донышки на утюге. Теперь из серединки двухлитровой бутылки мы отрезаем небольшой кусочек, сворачиваем его в трубочку. Это будет у нас ножка для маленького гриба. И закрепляем ее прозрачной лентой. С двух, а может даже вообще с трех сторон. То есть посередине тоже. Теперь мы приклеиваем пенопластовые шарики. Вы потом увидите, для чего они будут нужны. Вы приклеиваете на маленькую бутылочку. Это будет ножка для большого гриба. Эта бутылочка 350 грамм из-под воды. И на ножку маленького гриба мы приклеиваем с двух сторон. Потом тоже увидите, для чего. Так, шарики приклеены. Теперь мы готовим клей. Конечно, клей вам понадобится намного больше. Вы должны разбавить клей ПВА один к одному вместе с водой. Это я просто показываю, что должно получиться. И теперь мы густо, не жадничая, намазываем маленькую бутылочку 350 граммовую. И обворачиваем ее либо белой салфеткой, либо туалетной бумагой. До самого верха наклеивать не обязательно, потому что верх будет спрятан под шляпкой. Если у вас что-то получается кривое, это даже лучше. Потому что вы должны будете покрывать бутылку, то есть все эти ножки, несколько раз в несколько слоев. Вот видите, я надрезала края, чтобы лучше их было завернуть. Все это делается быстро и просто. Чем больше слоев вы приклеите на ваши ножки, и кстати на шляпки тоже, тем лучше. А здесь вы видите, видны ребрышки от бутылки. Вот нужно столько положить слоев, чтобы все эти ребрышки исчезли, и эта бутылка выглядела как настоящая нога гриба. Вот я сейчас сделаю сразу второй слой. Сразу надрезаю. Опять густо намазываю клеем. И заворачиваю бумагой. Теперь мы отрезаем пенопластовый шарик. Это будет самый низ гриба. Очень удобно будет стоять грибу на любой подставке. И точно так же мы наматываем либо салфетку, либо туалетную бумагу. Пусть будет криво, еще раз говорю. Это даже лучше. Вот эти вот морщинки, которые у вас появятся, как раз они будут очень похожи на настоящий гриб. Лично я получила массу удовольствия, когда готовила этот проект. А вот теперь, когда ножки подсохли, теперь можно добавить маленькие листочки салфетки или туалетной бумаги. То же самое мы делаем здесь. И так мы кладем несколько слоев, немного давая отдохнуть и подсохнуть ножкам. А это сейчас я готовлю желтую салфетку для того, чтобы покрыть шапочки грибов. Если у вас нет желтых салфеток, вообще это не проблема. Вы можете использовать также белые салфетки или туалетную бумагу. А потом покрасить их в желтый цвет, эти шляпки. То же, чем больше слоев вы покладете, тем лучше будет для ваших грибов. Тем они более натурально будут выглядеть. Клей жалеть не надо. Все воздастся сторицей. Очень красивые грибы получаются. Это я уже опять клею. Не помню уже какой слой, но слоев 5-6 я накрыла точно. А теперь вот простой кусочек от зеленой бутылочки. Красен дубовый листик делаем. Можно его оставить в таком же виде, зелененьким. А можно сделать, как сделала я. Я далеко не художник, я лично музыкант. Поэтому прошу не судить строго за то, как я все это рисую и крашу. Теперь, когда желтая краска подсохла, мы наносим красную красочку по краям. Теперь осушаем кисточку, чтобы она была сухая. И делаем вот такие края, как перышки, получается. Конечно, профессионалы-художники сделали бы это намного лучше. Теперь мы начинаем красить наши шляпки в коричневый цвет. Начинаем с середины. И так же густо, не жадничая. Намазываем коричневую краску примерно до середины. А уже потом краешки просто размазываем их почти до самого края. То же мы делаем со шляпкой большого гриба. И так почти до середины. Густо намазываем коричневой краской. И потом краешки просто размазываем. Даже не нужно, чтобы они постоянно, вернее, полностью были все покрыты коричневой краской. Пускай там пробивается желтая красочка. А вот эту работу можно было не делать. Но, тем не менее, я сделала маленькие такие надрезы. И потом опалила эти края над свечкой. Ну, в принципе, ничего такого интересного это не дало. Ну, так просто, как эксперимент. Кстати, лист можно было и вообще не делать. Это на ваше усмотрение. А вот теперь интересный момент. Мы наносим землю на ножки. Это черная краска и кусочек губки. Снизу мы наносим краски чуть-чуть побольше. Губка должна быть сухая у вас. То есть намочите и хорошо отожмите. А потом наносите краску. То же самое мы делаем с маленькой ножкой. Вот они у нас готовы. И желтенькие края грибов. Тоже мы сделаем такую имитацию земли. Большая шляпка готова. Сейчас я на белом фоаминге делаю круг от ножки большого гриба. Он, конечно, неровный. Это не важно. Внутри рисуем второй круг. Если вам получился тоже неровно, опять-таки, не важно. Значит, сейчас вы увидите, что у нас дальше получится. Вырезаем внутренний круг. Эта часть нам не нужна. И теперь делаем надрезы на произвольном расстоянии. Как вам будет удобно это сделано. Хотите чаще, хотите реже сделайте. Одеваем эту часть на ножку гриба. И теперь наносим клей на большую шляпку. Погуще наносим. Помните, мы закрулили края? Вот, нам это помогло. Упс, забыла клей. На шарик. Немножко в сторону наклоняю, чтобы гриб натурально смотрелся. Чтобы шляпка была нагнутая. Когда клей остынет, обрезаем фоаминг. Вот наш гриб такой вот получился. То же самое мы делаем для маленького гриба. В принципе, можно было, конечно, вырезать сразу готовый круг. Но я этого не стала делать. Потому что вы все равно не угадаете. Даже если сделаете ровный круг. С помощью циркуля. Бутылка на конце, где она была закруглена. Все равно получается неровная. Где-то. Она все равно отогнется в сторону. Теперь делаем небольшую декорацию. Рисуем споры. Либо серым, либо черным фломастером. И теперь вот эта вот лежит у меня крышка. От банки, от сметаны. И на нее я приклеиваю мои грибочки. Смотрите, какой вообще здорово смотрится. И один, и второй. Ну прям натуральные грибы, как только из веса. Теперь мы приклеим листик, чтобы его не ветром, ничем не улыстло. Можете где угодно эту декорацию поставить. И добавим шишечку. А то лучше и две. Ну как, нравится видео? Ставьте лайк. И смотрите другие мои видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok